Приветствую вас, Виктория. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Значит, вы говорите о том, что ничего никому не чувствуете, и что очень сильно хотите семью. Вот это вот два таких момента ключевых, да, то есть с одной стороны хочу семью, с другой стороны никому ничего не чувствую, и люди меня раздражают. Ну, вообще, понятное дело, что тут нужно разбираться, потому что проблема, очевидно, появилась не вчера, вот, и я сильно подозреваю, что проблема появилась и не год назад, и не два года назад, вот, поэтому тут нужно просто разобраться, что именно составлять галстяк, там рабочих версий, может быть, достаточно много, вот. Но, я думаю, что вы хотите семью. Вот давайте я одолгиваться от этого. То есть есть противоречия, с одной стороны хочу семью, с другой стороны, к людям ничего не чувствую. И чтобы чувствовать что-то к людям, да, нужно чувствовать что-то к себе. То есть, ну, чувство, чувство это что? Это такое вот свободное проявление в какой-то степени, в какой-то мере творческое проявление, творческое проявление по отношению к людям, да. И, соответственно, можно говорить о том, что вы не способны на творчество по отношению к людям потому что. Вот просто потому что. То есть есть какая-то причина, почему вы не способны на творчество по отношению к людям, к другим людям. Вот, зачастую это связано с высоким напряжением внутри себя, завязанным на себе. Высокое напряжение завязанное на себе, ну, зачастую. Не всегда и не обязательно это только, только это, но зачастую это работает примерно в таком вот ключе. Вот, поэтому здесь момент заключается в том, чтобы определить точки этого напряжения, внутри вас. Да, то есть какой это конфликт. Мне кажется, что сторона конфликта, как минимум одна является, представляет собой ваше желание семьи. Потому что, хотеть семью нельзя. Особенно при условии, если вы ничего не чувствуете к другим людям. Хотеть семью нельзя. Ну, вы хотите семью, а значит вам хочется то, что семья, по вашему мнению, может дать. И вот необходимо дойти до того, что семья, по вашему мнению, должна вам дать того, что вы хотите. И вот, как-то уже искать пути реализации этой бобредности не в семье. Потому что семья это, по сути, зависимость. Также, ну, если вы ничего не чувствуете, не взаимодействуете с людьми, то есть ощущение, что вы, вот, как бы, ну, боитесь чего-то. Вот. Либо вы неуверенны в себе, не знаете о чем с людьми говорить, это проблема общения. Либо вы боитесь, боитесь сближаться, боитесь раскрываться из-за неуверенности и из-за стыда. Вот. То есть вариантов, в принципе, очень много. Вариантов и причин, причин того, что вот вы описываете, очень много. Вопросы, опять же, в том, готовы ли вы, вот, в этих, в этих, в этих всех направлениях работать. А, как бы, над собой, да. Потому что, и чувства, вот, опять же, да, что вы готовы выразить другому человеку, что вы готовы и дать другому человеку. Потому что вы будете в первую очередь дать, в первую очередь отдачу, не получать, это именно отдавать. Ну, вы, вот, вот, вы отдавать не готовы. И очень важно понимать, почему вы не готовы отдавать. То есть, чего-ничего не хватает вам. Вот. Тут, тут можно вопрос принятия себя поднять, тут можно поднять вопрос реализации, тут можно поднять вопрос самооценки, вот. Тут можно поднять вопрос страхов различных, то есть тут вот всё как бы это, всё это прорабатывается. Вот, но видите, вы говорите, что вот моя проблема в том-то, а вопрос вы не задаёте, то есть как бы установки на решение проблемы нет. И я думаю, что подобная позиция, она не случайна у вас, я думаю, что эта позиция, она будет как-то в дальнейшем себя проявлять, то есть то, что вы не готовы решать проблемы по факту. Вот, и то, что вы получаете какую-то вторичную выгоду от того состояния, в котором вы находитесь. Ну, другое дело, опять же, что с этим нужно работать, смотреть, что это за вторичная выгода, да, то есть что вы получаете. Вот, получается, это самое разное, вплоть до того, чтобы кто-то себе разрешал, ну, например, разрешал думать плохо о себе. Ну, таким образом, хоть как-то, ну, о себе думать, хоть что-то о себе думать, а в противном случае вы вообще будете без внимания. Вот, то есть подобное состояние закрытости, оно, в первую очередь, связано с внутренними подсоречиями, конфликтами и прочее. Вот, ну и чувство своей выобесц... чувство своей выобесц... Вот, опять же, вы ничего не чувствуете и не грустите, потому что вам нечего дать. А вам не может быть что дать, потому что вы себе ничего не даете. Ну вот, то есть это... Такая вот история. Ну, возможно, высокая травматичность у вас, возможно, просто такие условия вашего питания. Но, вот, очень сильно у вас подавлены... подавлены, как раз, чувственные, эмоциональные составляющие. Следующее, кто может всё подавить? Строгий, вспыльчивый, гиперзаботливый родитель может это всё подавить. Вот, и этот строгий, вспыльчивый, гиперзаботливый родитель, он находится и в том числе внутри вас. То есть вы постоянно с ним живёте. То есть родитель в голове такое состояние, которое, ну, находясь в котором, человек думает примерно так, что я должен, я должен, мне нужно, я обязан и так далее. Вот, и, соответственно, вот это и является одной из ключевых проблем, чтобы научиться конструктивно взаимодействовать с этим многосостоянием, которое у вас так или иначе будет, но с которым вы можете либо найти общий язык, либо так вот в постоянной борьбе проводить свою жизнь, свои дни. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Ну, надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом и всё у вас будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!